Боксерский халат 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 В риг поднимается команда. Мы видим промоутера Дмитрия из США. Ашла Херлова. Неофициальные лица. И ждем выхода Дмитрия. Итак, девушка с российским флагом появилась в проходе. Лидович, чемпион. Высшлышь, реакцию зала, господа. Лидович, перейти. Российский пробовод артисты. Кирилл Ченников. И вся дружная команда. Итак, в риге чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации средней миссии. Дмитрий Пирров. Боксер, который не может не нравиться зрителям. Боксер, который покупает свои манеры бокса. То, что он делает в Риге, это действительно большое мастерство. Это, даже я бы сказал, искусство. Боксер, который сделал себя во многом сам. Человек, который, знаете, может глубоко анализировать, понимать, думать. Наивернейший вывод из всего происходящего на теперь время. Насадая легим, Гипония. Лейдзи и чаттмин, два Натальянзам. И первое, Натальянзам о том, что в Киеве. Гипония. Давай, Гипон. Звучит песня. 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 Их у Дмитрия еще не было. И вот очень долго специалисты бокса или специалисты от бокса... Хотя Пол Вильямс довольно высокий боксер, которому Ишина проиграл последний бой. Долго все-таки думали и ставили планы на этот бой, как же пройдет поединок. И многие были уверены в том, что бой будет незрелищным. Как видите, еще до начала боя интерес к этому поединку огромный просто. И надеюсь, что Дима покажет все, на что он способен. И что соперник любого роста для него это не преграда. Во всяком случае, готовился он очень тщательно к этому бою. Вообще он очень сознательно, даже сверхсознательно подходит ко всему, чем занимается в жизни. Вы знаете, ну вот у него была такая небольшая травма на пробежке. Он повредил, упал, повредил плечо. Но очень быстро восстановился. Тогда предлагали ему бой с Джекамом. И он сказал, что да, я по восстановлению сразу же, как только буду в форме, проведу этот бой. Но не было тогда еще известно, 1 мая может состояться этот бой или нет. Ну, Джекам сделал такой вот ход конем. И сейчас встречается за звание временного чемпиона. Да, все боятся, конечно, Дмитрия. В первом же раунде пошел вперед, провел великолепную серию и нокаутировал. Техническим нокаутом выиграл у своего соперника. Я хочу сказать, вот по ходу боя, значит, Дмитрий несколько раз очень жестко атаковал левым боковым. Попал на половину точную сцену, на половину в защиту. Но почему-то он бьет не правой прямой, где голова Ишида открытая. Потому что он приучает боксера к левому боковому, чтобы он держал свою правую руку в защите. А вот про левую подзабыл как бы, да. Неплохой джеб у Ишида, но он бьет ее почти от живота. Посмотрите. И вот здесь прямо вот сам Бог велел атаковать правой прямой. Иши скрывает эту атаку Дима, но я думаю, что рано или поздно его сильный удар достигнет цели. Иши скрывает эту атаку Дима. Раунд номер два. Раунд два. Посмотрели мы первый раунд. Напоминаю, бой за звание чемпиона мира в среднем весе. Пирог Ишида. Так вот, незаметно прошли первые три минуты, вы знаете. И вот Андрей Шкаликов, мой коллега, по комментарию отметил, что Дмитрий приучает соперника как бы к одному действию, да, которое регулярно проводит. Но может в этом как раз и есть хитрость, чтобы потом, приучив его к одному, неожиданно перейти в атаку совсем с другого конца. Вот неплохо в слово прямым попадает сейчас пирог. Ишида многоударный тоже боксер, тоже работает, любит работать от защиты. И иногда выбрасывает большое количество ударов, причем не акцентированно. Но среди них может попасться один удар. Он неударный к тому же. Ну неударный, да, конечно, но он не панчер, это безусловно. Как правило, боксеры, которые не наносят жесткие удары, не пропускают таких же жестких ударов. Ну об этом-то и говорит вся карьера Ишида. Он еще ни разу не был в нокауте, не был в техническом нокауте. Выставил все бои до конца. Вообще все, когда говорили, все болельщики и специалисты, и все, кто пытались сделать какой-то прогноз, предрасветить как-то этот бой, все думали, насколько зрелищным он получится. Но вот особенно зрелищности, мне кажется, от этого боя ждать не надо. Потому что Ишида вязкий боксер, который может долго работать, долго держаться. И очень трудно найти, пробить, очень трудно найти такую явную брешь в его защите. Поэтому здесь надо терпеть, терпеть и работать. Но еще раз скажу, что огромный внутренний накал в этом бою, конечно. Может за внешнюю не такой яркостью, но внутренняя драматургия очень мощная. Ну, думаю, что в зале собрались... Настоящий ценитель. ...ценитель и сильные болельщики. И вот, началось. Посмотрите-ка, правый прямой. Ну а у телеэкрана собрались настоящие знатоки бокса. И саму красоту бокса люди поймут, люди, которые смотрят этот бой. Здесь больше тактическая такая сложность. Не именно ударная мощь, а сделать правильно, подвести боксера к тому, что потом начать его побеждать. Или выиграть неожиданно. Ну что же. Неплохо встречает Дмитрий. И на уходе бьет. Молодец. Но я вижу, что Диме неудобно. Неудобно, неудобно, да. У него такого еще высокого соперника. Даже непривычно наблюдать его в ринге ниже роста. Как-то вот так на самом деле. Вот. Ну, да. Справится, конечно. Справится, я уверен. И мы это знаем. Дима со своим соперником. С этими сложностями. И сделает, поставит бой так, чтобы от раунда к раунду наращивать преимущество. И ярко закончить этот бой. Поединок. Вы все уже, конечно, наслышанно читали о том, что было на взвешении, когда японский боксер не смог уложиться в вес. Он, напомним, 72,5 килограмма. Лимит этого веса. Так вот, он весил на 500 граммов больше. Дали ему на это 2 часа. Он вернулся и скинул даже гораздо больше, чем надо было. Окончательный вес. В итоге весы показали 71 килограмм 700 граммов под Дмитрием Пирогов. И окончательный вес Ишиды был 71,5. Но, конечно, трудно. Боксерам вот такого роста, такой конституции, очень трудно, конечно, делать вес. И я знаю, что Дима Пирог обычно весит где-то под 80 килограммов, а то чуть больше. Без голубей весом. Но, как я уже говорил, очень скрупулезно он подходит к своей подготовке. Но в этом весе и в этом возрасте спортсмены уже сгоняют немало. Менять категорию поздно, и нужно оставаться в этой. Поэтому сама подготовка к бою занимает очень много времени. Здесь несколько компонентов. И физическая подготовка, и общая физическая, и специальная подготовка из гонка веса в том числе. Причем безболезненная к самому поединку. А мы знаем, что постоянные поединки состоят, особенно титульные, из 12 раундов. И нужно подойти к пику. Вот к пику формы, к началу боя, к первому раунду. Ну что, тишина такая повисла в зале. Идет игра, настоящая игра, вы знаете. Ну вот, еще раз, проигрывай. Мне почему-то видеться, что именно этот удар будет последним сейчас. Нет, огрызается. Огрызается, безусловно, конечно. Он и будет огрызаться. Вот надо разобраться в этих его атаках, которые он вдруг начинает проводить. Ловить, почувствовать начало вот этих действий японцев. И через какое-то время, когда он третий, четвертый, пятый раз, не знаю, пойдет в такую атаку, на этом его надо ловить. Я заметил, у японцев как-то неожиданно выступает агрессия, такая вот динамика. Это видно по глазам. Он начинает действовать более активно. А потом как так же активно перестает это делать. И тогда уже Дима снова набирает обороты. И вот снова этот момент агрессии. Успокоил его россиянин. Ну, Дима, вот сейчас Дима входит в свой бой. Да, он сейчас начинает показывать. Он обрабатывает, пусть усиленными ударами и такой сложной защитой, сложной для соперника защитой, обрабатывает боксера с двух рук, с разных сторон. И боксеру приходится все чаще и чаще поднимать руки, чтобы не пропускать удары. А потом, упустив какое-то время для атаки, уже догонять, что ли, догонять. И тогда уже делают ошибки. Вообще, конечно, главный результат. Но эстетика боя, эстетика победы, конечно, для Дмитрия Пирога тоже стоит не на последнем месте. Потому что... Он сейчас очень неплохо провел он эту серию. Пытается реваншироваться Иши, да? Бесспорно, эта победа архиеважна. Но Дима понимает, что это не самый главный бой в его жизни. Самое главное впереди. Отличается бой. Вот он правопрямой. С австралийцем Гиллом, когда можно будет объединять уже пояса. В миллиметре, буквально в миллиметре пролетает правый тяжелый кулак Дмитрия. Хороший раунд в исполнении Пирога мы с вами посмотрели, друзья. Начинает он, он начинает ловить свой бой. Что ж, трехминутка была хорошая. Дмитрий начал уже раскрываться по большому счету, можно так сказать. Во всяком случае, те загадки, которые он сейчас поставил перед своим соперником, они уже поставили в какое-то такое неловкое порой положение Ишиду. Посмотрим, что он в ответ предпримет. Я имею в виду японского боксера. Но думаю, что все должно идти сейчас по нарастающей со стороны Пирога. Не надо форсировать, безусловно. Не надо бежать впереди паровоза. Надо четко делать свое дело. Но еще раз скажу, что вот эта красота бокса на последнем месте никак не стоит. И то Дмитрий, когда я с ним как-то разговаривал, у нас было много бесед, он сказал, что, конечно, хочется быть чемпионом, хочется быть непобежденным. Но для меня главное, после того, как я уйду с ринга, когда повешу перчатки на гость, чтобы люди говорили не только о том, что вот был Пирог, который выиграл, был чемпионом, а чтобы был вот такой Пирог, который показывал такой бокс, который нам запомнился. Вот посмотрите, несколько раз сейчас Пирог атаковал левый, снизу и сбоку. Все удары дошли до цели, не сильные, такие, знаете, такие пробные, что ли. Вот, еще не вкладывается Пирог до конца в каждый этот удар. Он готовит, он готовит самую главную свою атаку. Будет это одиночный удар или это будет затяжная серия, там, или серия с двух-трех ударов, я ничего не знаю. Но она обязательно будет, это обязательно придет. Не верится мне, чтобы Дима все-таки боксировал этот бой и выиграл его все 12 раундов. Мне видеться, мне кажется, мне хочется, чтобы... Но этого никто не исключает. И сам Тимов тот численно. ...чтобы Дима закончил этот бой нокаутом, очень ярким. Как он привык это делать? Как мы привыкли это видеть? Ну, давайте тут же вспомним его первую защиту против аргентинца Масиэля, которая была в Екатеринбурге, да, в прошлом году. Это был примерно такой же запенник, но более, что ли, такой дерзкий, более ударный и резкий. И у Дмитрия была травма, о которой никто до боя не знал. Было повреждено ребра. Да, вот тишина и в том, и в том углу, я говорю про секунданта. Неплохо. Снова попадает Дмитрий. Второй удар такой до цели. Дишина пытается реваншироваться тут же. Он ни одну атаку, в общем-то, не оставляет за собой. Пытается, пытается все-таки ответить, пытается отыграться. Ну, Ишида непростой боксер, и он такой, несмотря на то, что он стоит в боксерской стойке, он очень такой, знаете, неудобный. Он как-то атакует чуть ли не из-за плеча. И вроде бы бьет этой рукой, а это, оказывается, замах другой уже. Снова неплохо. Играючи вот так вот. Неплохо. Два подряд левых прямых со стороны Дмитрия. Очень даже неплохо, но все равно надо не забывать о защите. Залп отхватывает. Сейчас Ишида погнал темп, и Дмитрию стало тяжелее. Ему стало еще более неудобно с таким высокорослым спортсменом, в которого попасть-то сложно. Особенно нокаутировать. Ну, вот сейчас наступает такая мертвая точка. Я почему-то думал, что она будет в пятом раунде. Нет, она оказалась сейчас. Возможно, она мягко перейдет в пятый, а дальше уже будет намного интереснее. Ну, вот неплохо в конце. Очень неплохо. У японца руки на пять сантиметров длиннее, чем у нашего боксера. Ну, собственно, это вот соотношение роста длины рук и дает то, какое-то небольшое, что ли, предварительное, если даже, так можно сказать, преимущество решить. Да, вот так колдует над японцем его секунданты, тренеры. Прямо склонились они очень низко, что-то ему говорят и что-то делают на лице. Ну, комиссар матча стоит, и он все контролирует, а здесь в углу более-менее спокойно. Ну, я послушал, что сейчас говорил Виктор Петраченко своему подопечному, вы знаете. Он сказал еще больше, похитрее, похитрее, показывай удар в печень, сельсы туда, атакуй в голову, не застаивайся. Да, непростой соперник Ишида. Вы знаете, я посмотрел отрывки его боев, я изучил его статистику, его поединков, и почему-то для себя приняло решение, что он для Пирога вообще не представляет никакой угрозы и вообще никакого секрета. И даже в одном из интервью я сказал, что победа Пирога безоговорочно, ну, как минимум 95%. Нет, ну, в общем, победу Дмитрия Пирога, я тоже верю. В принципе, он не проигрывает эти раунды. Нет, конечно. Но я думал, что все будет намного легче, так все очень непросто. Посмотрите, бой практически равный, чуть-чуть Пирог в каждом раунде. В каждом раунде на 2-3 удара опережается. Ну, вот сейчас он попал несколько ударов, еще один правый прямой. Ну, вот таких правых прямых, левых боковых, уже немало пропустил Ишида. Пока еще чудом стоит, голова откидывается, знаете. Может быть, таким образом он смягчает силу удара. Но он терпел. Безусловно. Безусловно. Как бы не напрягаясь, не принимая удар в себя. Убирая подбородок в последнюю очередь. Или расслабляя его. Последний бой, который Ишида проводил, вот тоже недавно совсем, против Ола Уильямса. И который, судя, в общем-то, в том бою, безоговорочную такую победу отдали во всех раундах его соперникам. На самом деле, все было не так. Просто американский ринг, вы знаете. И Ишиде трудно там, конечно, завоевывать симпатии. Но, тем не менее, этот счет абсолютно не соответствовал. Ну, во многом не соответствовал тому, что происходило в Риге. Ну, вообще-то, у него есть опыт выступлений в США и в Мексике. Ну, совсем недавно он стал это делать. До этого поддрался только дома. Успел поездить, набрал опыт. А для этого ведь надо было отказываться. Вот, например, сейчас он отказался от японской лицензии, понимаете. Потому что в Японии признают только WBC и WBA, если я не ошибаюсь. Вот эти две версии. А ему же надо выступать, ему надо, в конце концов, заработать деньги, выходить на большие. Да, он должен стать чемпионом. Да, ему не важно, в какой из этих версий. Он, мечта любого боксера, вначале стать чемпионом, потом попытаться стать абсолютным чемпионом. Ну, вот поэтому, чтобы поехать на зарубежные ринги и попытаться счастья в других версиях, он и отказался от своей родной японской лицензии. И теперь вот ищет здесь шансов, ищет победу. Да, немножко затянулась такая вот такая драма. И вот немножко отквитал под конец раунда японец те пропущенные удары. Своим темпом, своими несильными ударами, но выбросил он очень много. Ну и под конец этого раунда зал прийти. Но сейчас мы услышали аплодисменты, овации. Все подгоняют, немного подгоняют и надеются на что-то скорое и очень яркое. Ну что ж, вот перерыв. Посмотрим замедленные повторы пятого раунда. Это начало, самое начало, когда Дима прессинговал. Вот неплохо, первый удар в туловище попал. И вот переводит наверх. Вы видите, да нет, все пока нормально. Здесь вот пропускать не надо. Потом он начал пропускать под конец уже раунда. Под конец пятого раунда. Ну а что же будет в шестом, давайте посмотрим. Ну, как я сказал, мертва точка должна уже пройти. И должен уже получиться открытый бокс. А в открытом бое пирог бесспорно сильнее. У Димы есть неплохая комбинация. Когда он начинает, на таком длинном шаге подходит к сопернику. И начинает не с левой руки, как правило, а с сильнейшей правой сразу. Переступает правой рукой и стойкие правши уже добавляет. Да, добавляет. Очень интересная комбинация. Но пока мы еще ее здесь не видели. Взорвался небольшой атакой японский боксер. Но все по защите. А вот сейчас левый прямой такой тычком прошел между перчаток. Пытается под разными углами нащупать брешь в обороне соперника пирог. Двух руки плохо. Вот сейчас очень здорово. Вот именно его, такими несильными ударами, непонятными сериями, такими кошачьими движениями расположить соперника, раскрыть свое самое болевое или уязвимое место и мощным ударом атаковать. Но не сдается Ишида. Вроде бы не его территория, вроде бы весь залп. Нет, ну терпеливый боксер, вот эти джибы, которые проходят, да. Я еще раз скажу, что в каждом раунде 2-3 удара таких явных со стороны пирога все-таки достигают цели. Но пока это, в общем, внешне хотя бы нащуду не очень-то влияет. И он все терпит, пытается каждый раз взять реванш после малейшей неудачи. Не всегда это получается, но темп боя поддерживает. И все видом показывает, что не собирается сдаваться никоим образом. Ну, знаете, такое чувство, как будто его пирог не в самой идеальной форме. Вот сейчас. Скорее всего, это потому, что соперник серьезный. И он очень неудобный. И те наработки, которые раньше переносили легкий успех, сейчас они просто-напросто не проходят. Вот сторона лево-боковой. Как быстро пролетают раунды. Смотрите, только вроде бы стучал молоток, заканчивался пятный, уже шестой раунд. Вы знаете, ну, еще раз скажу, что очень интересный бокс мы с вами смотрим. Да. И зрителям это нравится. Понравилась концовка самому пирогу. Подприветствовал он зрителей. И поприветствовал себя, как бы немножко так завел. Перед тем, как сесть на табуретку в красном углу. Интеллектуальный бокс. То, что пирог всегда показывает в своих поединках. Вот сейчас он особенно ярко стал раскрываться. Ну, что ж, надеемся, чем дальше, тем больше. Ну, а половина боя позади. Сейчас начнется самое интересное. Я почему-то вот уверен. Мы это уже... Вот боковой удар мы смотрим в исполнении Дмитрия Пирога. Уходит он сразу в сторону. Таких ударов Фишида пропустил уже немало. И справа, и слева. И вот рано или поздно это должно накопиться. Вот это вот именно... Посмотрим, посмотрим. Ну, во всяком случае, по очкам пока все в порядке. По очкам пока в порядке, бесспорно. Вот я слышу, что же кричат. Кричат зрители из зала. Нужна победа. Девятая мая не за горами. Ну, по крайней мере. Ну, вы знаете, молодец Дмитрий Пирог, что не заигрывается, не пытается пойти на поводу эмоций, да, эмоций зала в первую очередь. Он делает свое дело так, как он должен это сделать. Спокойно, размеренно, четко. Исключив большую долю риска. Все правильно. Потому что у всех еще на памяти бой, который Исмаил Силах проиграл совсем немного в бою с Денисом Грачевым. Вы все это прекрасно помните. Одерживал безоговорочную победу, заигрался, потерял концентрацию и проиграл досрочно. Я вот только сейчас заметил судью, который сделал какое-то непонятное замечание. Его, в общем-то, и видно не было. Потому что бой проходит чистый, такой чистый бой. Без нарушений вообще. Не было продолжения атаки со стороны Пирога, а Саперин был раскрыт. Он даже не был готов к контакту. Вот снова встреча-то хорошая. Вот, да, все больше и больше наступает Пирог и делает все правильнее и правильнее. То, что он должен делать. Да, вот его манера. Сейчас он поймал легкий кураж и он должен продолжать. И показывает своему сопернику, что все это ему нипочем. Ну-ну-ну, не надо пропускать такие удары. Пропускать и делать такие движения. Тут этот артисизм, он не нужен совершенно. Хорошо. Вот неплохо, только слишком как-то коротко, без замаха. Но попадает, попадает. А вообще ничего же не мешает сейчас Пирогу ударить жестко. Я знаю, как он бьет вообще без замаха, но только на длинной руке. Прямо от подбородка длинный-длинный прямой. Примерно так же, как он нокаутировал своего соперника, когда выиграл титул чемпиона. Ну, чего-то он держит, все-таки не может он так вот переступить. Ну, знаете, а может, все-таки четко следует вот тому плану на поединок, который он и Виктор Петраченко выработали на этот бой. Посмотрим. В преддверии восьмого раунда смотрим, что происходит в углу и наблюдаем замедленные повторы. Вот это атака Дмитрия Пирога, посмотрите. И хороший удар левый боковой, точно ложится в челюсть. Дашидо пытается контратаковать. Все спокойно было в углу у Пирога. Все по-рабочему, как знаете, штатно, я бы сказал. Да, вот эта четкость Пирога, она не говорит о том, что он все делает правильно. Когда он становится более разнообразным, когда он начинает заходить за своей левой ногой, за левое плечо соперника, начинает крутить соперника и мучить его своими финтами, уклонами, атаками и вообще действиями, а потом еще и ударами. Вот тогда это приносит ему больше успеха, и тогда это нравится публике. И это именно то, к чему привыкли уже мы, к этому красивому боксу Дмитрия. Ну и, естественно, нужны уже мощные тяжелые удары. Да, бесспорно, эти легкие атаки, они приносят успех, но все все-таки ждут более такого чего-то тяжелого. Да будет, я думаю, все это еще впереди, все мы с вами увидим. Ну, почему я так много говорю об этом, потому что я сам предвкушение, как, наверное, и многие в этом зале, многие у там телевизоров. И многие зрители, которые сейчас у телезрителей, там, на родине, у Дмитрия, в Краснодарском крае, в Темрюке, где живут его родители, в Геленджике, где он сейчас сам живет, да и в Краснодаре, где у него уйма почитателей. Да, и во всей стране, конечно. Да, затянулось что-то. Ну, бесспорно устали парасмены. Нормальный, нормальный. Посмотрите, на каждой, на средней дистанции, на ближней дистанции, на длинной. Мы видим много разнообразных действий. Я почему-то жду от него несколько большего. И все ждут этого. Ну, какие зрители зале, которые начали сейчас скандировать. Но не надо вестись, не надо. Надо делать четко-четко свою работу. Исследовать тому плану, тому курсу, который выработал. Потому что Пирог посмотрел, много боев Ишиды в записи, очень много. Он даже смотрел некоторые его спарринги. Просечение у Ишиды, посмотрите-ка, над правым глазом. Ну, вот есть цель, есть куда метить. Естественно, это бровь. Правая бровь Ишиды. Неплохо в защите сейчас отработал Дмитрий. Перекрыл все атаки соперника. Геленджик, Геленджик. Тут есть болельщики и сроки. Дайте, дайте! Да, закончен очередной раунд. Девушка показывает там, что впереди нас ждет одна треть всего поединка. Восемь раундов позади. А мы смотрим замедленное правто. Вот так, вот тот момент, когда я сказал, что защита Димы была на месте. И тут же переходит, он перехватывает атаку соперника и идет сам вперед. Это ему всегда неплохо удавалось. Но, знаете, несмотря на то, что Ишида проигрывает, пусть проигрывает не сильно, чуть-чуть, он нисколько не сдается. Да нет, он не будет давать самурай, что-то! Знаете, всякое бывает в бою, и вроде бы боксер паник, он делает что-то такое или неординарное, или подчас неожиданно отказывается от боя, или как-то бьет головой, там, не знаю, локтем, ну, хоть что в такой уже вагоне. Вот здорово, сейчас боковой слава проходит. А здесь нет, все, он какой-то план в голове у Ишиды. Может быть, он самое главное оставлял уже на конец боя? Нет, ну, во-первых, начнем с того, что, конечно, он хочет овладеть этим боесом. Это в 37 лет, вы сами понимаете, что шансов становится все меньше и меньше. И, конечно, нет, это был толчок, удара не было. Дмитрий оттолкнул соперника. Так вот, у Ишиды, в принципе, остается все меньше и меньше шансов, чтобы завоевать вот этот заветный титул. Он был временным чемпионом. Может быть, это последний его такой шанс? Да, один из последних шансов, конечно. И просто выйти на бою, завоевать победу. Он здорово все расписал у себя в уме, он здорово... Он осознает свою тактику на этот бой. Все делает по-своему, все правильно. Ну, а насколько уже сделать по-максимуму позволит соперник, в этом и весь вопрос, и вся загадка. Здорово. Два прямых, левый точно в голову. Отличный сейчас правый, такой полупрямой и полубоковой. Только жалко, он попал в лоб. Ну, вот еще два удара, точно прилетело в цель. Пора уже усиливать все-таки огневую мощь, да. И тяжелее готовить тяжелый удар для атаки. К этому уже созрел Ишида. Или несколько ударов. Ну вот, как я и говорил, правый прямой или боковой все-таки он просится. Знаете, вот, ну, несмотря на то, что, конечно же, длина руки у Димы короче, но он достанет. Вот сейчас боксеры стоят совершенно рядом. И он достанет правым боковым. Или правым прямым. Ну вот, зал скандирует, просит. Естественно, болеет за... Ну, неплохо, по-моему, кульминации приближается, Андрей. Завелся Ишида. Ну, а куда ему делаться? Стало чуть более рискованнее действовать. Этим надо воспользоваться. Ну, как грамотно Кэтмен убрал... Вот, точно был удар в подбородок, правый прямой. Вот, Кэтмен убрал рассечение практически полностью с правой брови Ишиды. Я думал, что это поможет немного пирогу, как бы, обозначить цель и ослабит соперника. Нет, этого не произошло. Но хорошая челюсть у Ишида, вы знаете, держит. Да. Очень здорово держит. Ну, видел угол японца. Рассечение, да, но не смертельное. Тем более, под конец боя, я думаю, что оно не будет решающим фактором в этом поединке. И вот заметный повтор. Давайте внимательно посмотрим. Прямой, левый и тут же второй до гонки. И вот этот правый боковой, который вы отметили. Вот он. Здорово. Что ты скажешь? Японец понимает, что время у него осталось уже немного. Уже форсировать события, делать что-то серьезное. Вот так же вкладывается в удары, Дмитрий. Значит, может. Он же все рассчитывает. Он все считает в бою. Недаром начинал свой путь вообще в спорте. Он счастлив. Отлично. Не ожидал Ищида такого начала раунда. И знал, погнал нашего боксера вперед. Ну, он все сам прекрасно понимает, чувствует. Да, Ищида немножко растерян. Сейчас уже не пытается ответить с атакой на атаку, а просто пытается как-то перекрыться и выстрелить. Но он пережидает. Он пережидает атаку пирога, чтобы саму пойти вперед. Но вот он начинает это делать. Но пока безуспешно. Ну, да и силы уже не есть. Извините, пожалуйста. Снова прямой левый. Хороший джек в этом бою демонстрирует пирог. Чудом сейчас ушел в сторону и вниз японец. Но преимущество Дмитрия становится все больше и больше. Да, даже не столько по количеству удара, а сколько по саму характеру боя, да, который в той фазе, в которую он перешел. Ну что, опять небольшой затиши перед бурей. Последняя минута 10-го раунда. И впереди нас ждет два чемпионских раунда, самых сложных. Ну вот, неплохой удар в печень. То, что Дима немножко прижал соперника ниже в полу, так это сам соперник подавать. Он сделал опасное движение головой. Судья сделал легкое замечание, бой продолжается. Так, разошелся что-то японец. Пошел вперед, стритки. Ну, вот такая пауза. Ему на самом деле делается не футберок. И вот концовка. Сейчас будет гонг. Все по плану, все здорово. Какую-то вот уверенность почувствовал уже и зал в действии Дмитрия. И сам он всем своим внешним видом показывает, что все идет по плану. Все идет так, как надо. Вообще, давайте еще раз хочется подчеркнуть, конечно, вот тот потенциал интеллектуальный, который присутствует всегда во всех боях. Вообще в творчестве, в боксерском творчестве, в спортивном творчестве. Молодец, все это он умеет сделать здорово. И вообще перфекционист по своей натуре, он всегда стремится достичь максимума, чем бы ни занимался. Даже если вспоминать его любительскую карьеру. Ну, не совсем. Вообще, любительский бокс начала нулевых годов, это была еще та песня, конечно. И все настоящие яркие боксеры могли пробиться по тем правилам, по тем условиям, которые был на тот момент. Дима очень хотел поехать на Олимпиаду. Очень хотел сделать это именно в Афинах в 2004 году. Но тренировался здорово. Заканчивая институт физкультуры в Краснодаре. Но видно, это было не его время. Причем с диплом, с красным. Не его, потому что не смог он, конечно, дойти до этой планки. Не смог он, потому что впереди стоял другой боксер, который мешал ему на чемпионатах, полуфинале, в финале чемпионата России. Но не поехал за то, он показал себя... У него была возможность поедать за сборную Грузии, вы знаете, он говорил об этом. Но там что-то не сложилось. После этого он сразу ушел в 2005 году в профессиональный бокс. И здесь нашел себя в полной мере. Да, что только не кричат зрители, я слышу справа, слева, отовсюду. Ну, на это не надо обращать внимание. Не нам особенно, но это более Дмитрию первым. Да, мы наблюдаем за боем, мы все прекрасно сами видим, понимаем. Да, вот на каких-то... Все-таки мастер защиты еще, да. Еще раз я убеждаюсь в этом. Максер, который не дает себя ударить. Главное для него уйти от удара, нежели попасть. Ну, и боковые удары доходят до цели. Слева, теперь права. Прямо, и правый. Да, накалилась обстановка. Устали уже, устали боксеры. Начинается последняя минута предпоследнего раунда. О, хороший прямой с дальней дистанции до подхода. Это был не сильный удар, но очень точный. Ну, это очень точно-то. Голова откинула с соперника. Да и вообще очень много точных ударов, но не сильных почему-то. Почему-то не вкладывается один на 100% в каждый удар. Даже на 80% он не вкладывается. Созревшая слива сама упадет сверху. Но у Сашиды этого ждать не надо. Ну, это слива такая, она может не упасть. Еще что-нибудь сделать под конец неприятно. Поэтому... Здорово. Ну, как только больше активных действий и более жестких начинает делать пирог, вот тогда у него все получается. И тогда на грани получается его соперник. И он начинает рисковать или делать ошибки. Сейчас будет гонг. Ну, неплохо. Неплохо. Неплохая танцовка. Красиво. Зрителям нравится, думаю, что всем, кто сидит сейчас у экранов. Все вы тоже получаете удовольствие, друзья. Что ж, мы видим японцев. Я слышал, что с Сашиды приехала супруга. Да, похоже, что это супруга. И вообще с ним приехала большая команда. Это тренеры, помощники, мянзеры. А это говорит о том, насколько серьезно они подошли. Да. Секунданты и так далее, и так далее. Давайте посмотрим сейчас фрагменты минувшего раунда. Вот этот левый прямой, и сейчас будет правый. Ну, невозмутимо на все это взирает супруга. 12-й заключительный раунд. А уверенный в себе, Дима продолжает доминировать. Последний раунд объявил ведущий. Как-то незаметно пролетел бой, да? 11 раундов позади. Да. А мы все ждем, знаете, все ждем яркого начала. А так незаметно уже его окончание. А вот хорошее. Надо продолжать. Добивать. Дальше, 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 дальше. Вот это да. Вот это начало. На ногах уходит. Ишида на ногах уходит. Вот почему Дима не делал этого раньше? Прекрасно пробил он несколько жестких точных ударов. Мне показалось, что Ишида оказался на ногах. Все-таки вытерпел. Выстрел, не упал. Нет, я еще раз скажу. Челюсть у него. Ну, сейчас пошел вперед сам, посмотрите. Ну, это попытка отыграться, безусловно. Ну, хорошая челюсть у Ишида. Да, вообще. Такой удар выдержал, сознательно сделал шаг влево, ушел из опасной ситуации. Конечно, конечно, бесспорно. Снова получает. Но вот, честно, я вот этого ждал с первых секунд боя. С первых секунд это было, наверное, трудно сделать, Андрей. Наверное. А что же, это же бросали бокс и бой за звание чемпиона мира. Да, вот сейчас получилась пауза. Намахались оба. И пирог, и Ишида. Потратили силы, конечно же, по окончании боя. И так все много. И сделать такой спор. Андрей, не забывайте, Ишида еще не падал на настил ринга. За всю свою длинную карьеру. Ну, я сейчас уже не упадет. Потому что я поверил в это в начале 12-го раунда. И я братился. Пропускает, посмотрите, пропускает. Даже держится, стоит. За нашим комитационным месте. На месте я просто встал, подпрыгнул, что нельзя делать. Но вот все-таки бой опять встал в ту колею, в которой он был все предыдущие раунды. И я надеюсь, что будет что-то яркое и неожиданное в этой последней минуте боя. Вот, так и просится правый прямой. Ну, так и просится. Ну, просится. Ишида же уходит. Ну, уже видно было. Было несколько моментов, когда Дива упустил. Он как почему-то не нанес. Ну, что же. 30 секунд до конца. Вот он левый боковой. Еще. Есть шанс. Кринчует японец. Кринчует. Осталось 20 секунд. Похоже, этот бой, он устоит до конца. Все стали со своих мест напряжения. Достигла максимума. Концовка 10 секунд. Ну, не знаю, друзья, бой красивейший, на мой взгляд. Я ничего не могу стоить. Браво. Браво, Дима. Молодец. Да, вот такое яркое окончание. Не выключайте телевизор, уважаемые любители бокса. Сейчас будет. Почти обессилены. Яркое награждение. Я немного насторожился. Почему? Сейчас вы это поймете. Ну, что же. Давайте услышим счет судейских записок. Интересно. А, я понимаю, чего вы описываете, Андрей. Вы привели некоторые судьи, да, раунд, там, или, может быть, два раунда его сопернику. Честно говоря, я этих раундов не видел, если честно. Я тоже не видел, но бой так быстро пролетел, вы правильно сказали, Борис, что всех раундов в отдельности, в мелочах я сейчас вспомнить не могу. Казалось бы, да, 12 раундов, но даже перед началом 12 раунда я еще подумал, а какой сейчас раунд будет? И только когда они пожали друг другу руки, да, вот, тогда я понял, что это будет последний раунд. И самое интересное то, что мы даже не смотрели на этих девушек, которые носили нам таблички и показывали, какой же сейчас будет раунд. Мы наблюдали за боксером, за красным-синим углом, что там творится, и во время поединка, именно за самим поединком. Ну вот, эти яркие моменты последнего раунда. Вот он, этот самый, наверное, тяжелый, сильный боковой удар. И вот тогда как раз чудом устоял Ишида, хотя ноги у него подкосились. Все больше и больше народу поднимается в ринг. Вся команда пирога хочет быть здесь рядом с ним в этот яркий и радостный для него момент. Ну, в углу у Набухира Ишиды особо паники или трагедии особо не чувствуется, хотя, конечно, все расстроены. Ожидали они от своего боксера большего. Но, вы знаете, он сделал все, что мог, что мог сделать его соперникам. Он говорит, что можно достать до конца, слава богу, Ишида достоял, слава богу, для Ишида, для его команды. Человек из мира бокса, это просто меценат. И вам большое спасибо за поддержание профессионального бокса в России. Это дорогого стоит, пойдет в историю. Ну, он поблагодарил соперника за то, что он приехал и дал ему этот бой. И за то, что этот бой получился таким интересным. Да. Ну что, сейчас нас ждет официальный вердикт этого матча. Мы услышим счет. Я немножко опасаюсь вот этой пневматической пушки, или как это можно назвать, которая стоит буквально рядом с нами, которая должна произвести залп вот этим светлым конфетти, который опустится. Я вижу, президент федерации бокса, профессионального бокса Виктор Петрович Агеев заходит в ринг. И сейчас будет награждение. В начале объявления победы. Да, награждение. А я скажу, что после того, как рефери поднимет руку Дмитрия Пирога, и ему снова наденут его же пояс. Наш ведущий сегодняшнего вечера Дмитрий Стойков поднимется в ринг и возьмет интервью. Судья, что вы победите. Судья, лагона, лагон, 119, 109. Чёрт, что вы победите. Судья, лагон, 119, 109. Судья, лагон, 119, 119. Да, вот это цель. Судья, все-таки два раунда, даже три раунда. И судья Мэршис 120-108. 120-108, вот это абсолютная победа. Нашему боксеру. Махам Эли. Все три судьи единогласным решением. Единогласным решением судей. Вновь чемпионом мира по версии Всемирной Боксерской Ассоциации. Объявляется Дмитрий Ирот. Это праздник, я вам скажу, что творится в зале. Вот это да. Настоящий золотой дождь. Это золотая победа нашего чемпиона. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, для вас с большим удовольствием работали ваши комментаторы. Андрей Шкаликов, Борис Скрипко. Мы прощаемся. Смотрите бокс. Смотрите такой великолепный бокс. Держите удар, друзья. Все у вас будет замечательно. До встречи, друзья. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, друзья. Мы работаем в прямом эфире. Продолжаем работать в прямом эфире «Россия-2». Дмитрий. Дмитрий, поздравляю вас с победой. Мы попросим вас в прямом эфире «Россия-2». И я уверен, что сейчас толпы поклонников ваших принули к экранам телевизоров по всей стране. Что можете им сказать? Как себя чувствуете после этой победы? Все ли получилось в бою? Преподнес ли вам соперник какие-то сюрпризы? Или вы все сделали, что наметили? Спасибо. Да, самое главное. Все, что я планировал вместе с командой. Большое спасибо команде. Сделали на пятерку. Более того, я говорил неоднократно, что это очень и очень неудобный соперник. И программа номер один была не просто зрелищный бой показать, чего хотелось бы, конечно, в России сделать. А прежде всего выиграть. Потому что намечался, я говорил, что не хочу опережать события. Но уже бумаги на руках находятся. По поводу объединительного боя с Даниилом Гиллом из Австралии, который Романа Кармазина нокаутировал в свое время. Так вот, договоренность уже есть. Осталось только подписать бумаги. И буквально после этого боя я планирую поездку в Америку. И, скорее всего, в Порто-Рико с WBO президентом еще встречаться. И я надеюсь, по крайней мере на сегодняшнем этапе, 90% что бой состоится. Потому что есть и заинтересованность с его стороны. Поэтому я хотел бы, чтобы это все получилось. Не хочу вас поздравлять с намеченной, конечно, датой. Как только подпишется, в прессе сразу будет обнародовано. И я надеюсь, вы все будете болеть за меня. Спасибо. Отдельное спасибо хотел бы, конечно, передать моему промоутеру Кириллу Пчельникову, с которым мы изначально и до конца идем вместе. Это тот человек, который не зарабатывает с этой деятельности, а только вкладывает. Это меценант с большой буквы, которых в последнее время было очень мало, но становится все больше и больше. Я рад и счастлив, что благодаря ему осуществляется мечта и моя продолжать профессионально заниматься. И многих-многих ребят у нас в команде. Поэтому побольше бы таких людей. А такие люди уже есть в России. И у нас будет процветать не только бокс, но и все виды спорта. Не только единоборства, но и игровые. Спасибо всем. Дмитрий Пирог, российский чемпион мира по боксу WBO в среднем весе. Дима!